Нет, 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 тут самая жесть Там такой срач Твою мать Ёптай Влево тянет, ребят Не упаду Кто? Главное, на меня не запрыгни, иначе идут сразу от страха Главное, на меня не запрыгни, иначе идут сразу от страха Главное, на меня не запрыгни, иначе идут сразу от страха Бля, началось, а я на контактах Ёптай, ёптай, я вылетел там Блин, на контактах страшно Давай-давай-давай-давай-давай-давай ну и теперь можно ездить смотрите какая она жесткая вот короче решила этот маршрут поехать в обратную сторону до этого три месяца не катался один раз ездил сотку но я не записал потому что у меня не оказалось флешки в камере будут но вообще на контактах в принципе по таким местам прикольно но страшно блин как думаете упадал не упадал тут самая жесть он реально страшно прошлый раз я здесь был не было же не так страшно наверное потому что я был уставший ёптай влево тянет ребят угол пока что на уши аха ха 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 Ого! Написано, ширя его верблюд. Поехал я после диких дождей сюда. Опа-на! Ребята, это кто? Это кто? Хвостом это делает. Ты-ды-ды-ды-ды. У меня ромбики. Гадюка? Или полос? Не знаю. А мне теперь катайся. Интересно, что за змея была? Не знаю. Но хвостом она делала вот так. С этой стороны пока сыро и холодно. Думаю, сейчас выйду из-за горы. Там начнется пекло. Хотя все это время у нас была температура не выше 15. Это точно пару недель. И дикие дожди. Ну и вот, таким образом мне нужно будет проехать, не знаю, на километров 20, 30, не, я думаю, 20, 20-15. Потом будет подъем. Я вам его покажу. А тут, в принципе, ничего интересного не будет. Это я вам показывать не буду. Так, велосипед остался. Груша в руках. И где-то она там. Какая-то непонятная пещера. Я, короче, на нее хотел попасть. Первый раз свой здесь. Но Рома побоялся оставлять велосипед. Непонятно где. И мы сюда не пошли. Мы примерно поднялись до сюда. И все. На самом деле, я не знаю, где она. Иду понавить ее просто. Но надеюсь, она впереди. Не так высоко. Потому что я уже устал. Давай. Оу. Ну вот. Блин. Ребята, тут реально холодно. В общем, идея такая, что она очень холодная. Ой, ой. Реально холодно. Смотрите, она выне. Туда я, конечно, оу, как подуло холодом. Не пойду. Жесть. А почему-то холодно. Меня прям продувает. Ну, прикольно такое место. Похоже на естественный холодильник. И оно абсолютно нигде. Да. В общем, хотел я отдохнуть, посидеть там. Но, откуда ни возьмись, активизировались такие комары. Ну и, короче, никакого отдыха они мне не дали. Придется ехать дальше. Время два. Да. На мне комары едут офигенно. Проезжаем такое балдежное подсолнечное поле. На самом деле красивое. О! Стою. Дышу. Что-то вообще никого нет. Сегодня реально какой-то глухой день. Ну, только машины изредка ездят и все. Сейчас пойдем к телочкам, вон они стоят. Вот это и высота. Я вот прям туда. Конечно, она мне не выше влезет. Но вообще сейчас я проехал уже 32 километра. Что-то даже как-то в эту сторону оно быстро едется. Я думал будет где-то 20. а уже на 12 больше. Правда ветер в Харе меня прям вообще раздражает. Аккуратительно. Кстати, там наверху серпу молот стоит, но у него фоткались уже. Вот мне прям к нему нужно. Давайте держите за меня булочки. Не люблю подъемы. Удивительно я нашел кост наверху. И я короче поднимаюсь. здесь на ногах. И они все на меня смотрят. Будто я какой-то инопланетянин. Что, друзья, хотите жрать? Я тоже хочу. А что вы сюда пришли? Приехал я по этой асфальтовой хрени откуда-то оттуда. В прошлый раз мы приехали с той стороны и спускались вниз. и потом пилили долго и нудно по асфальту. Мне кажется, это не так интересно. Кстати, у меня обновки. Купил себе вот такой рюкзак. Рюкзак на самом деле реально очень крутой. Тут все как нужно. Даже с набедренной поддержкой. пощечетка. Это мой велосипед. Я на него приехал. Блин. Ребята. Ребята, у меня ничего нету. У меня ничего нету. Вам не пахнет грушами. Вам грушами не пахнет. Нет, 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 нет. Тут нет груш. вам показалось. Тут и самая общительная попалась. Она прям ко мне это руки мои нюхает. Главное на меня не запрыгни, иначе я тут рожу от страха. Давайте я пойду. Хорошо? Так вот, проехал я уже 39 километров. Совсем чуть-чуть останется там. до завершения. И сегодня я с собой взял одну шоколадку и груш. А хотел взять что-то нормальное. Пока я тут с грушами справлялся, я вспомнил, что я обещал помочь человеку, человеку, который занимается тем же, чем я. Он снимает поездки на велосипедах. И кстати, мне понравилось, как он это снимает, у него есть такой свой вкус какой-то, знаете, он не просто клеит, а он делает то, что не оплачено. А это все по собственному желанию. Так что заходите, смотрите. Видео, мне кажется, выпускает чаще, чем я. Так что может вам понравится. И вот такие дела. Ссылка будет в описании. Все. Довольно такое антуражное место, чтобы напомнить о человеке, который старается, а его не смотрят. Я думаю, вообще здесь полчасика перекантоваться, чтобы так основательно уже отдохнуть, потому что привалов я не делал за это все расстояние. А мне кажется, они мне нужны, потому что я не раскатанный, ну и я желе. Желе, а не человек. Вот, кстати, седло и подсидел. Это эргон. Вообще прям сок. После того уродства, которое здесь стояло в дуфолте, это вообще прям подарок какой-то судьбы. Велка тоже пока себя отлично ведет. Реально хотел взять нормально поесть себе. Ну, вроде не сотка, да, но 60 километров тоже не за два часа проезжается. Ну, тут, конечно, проезжает, я ничего не говорю. Но надо было брать. Ты что здесь делаешь? Чудовище! Ты не бешеный вообще, не? Ты нормально? Домашний кот. Один. Жалко тебя, конечно. А что ты здесь забыл вообще? ты ушел от кого-то? Мне тебе нечего дать даже. Жесть. Ну, что мне с тобой делать? Ну, что, я ничего не смогу сделать с тобой. Не знаю, я ему воды из гидратора налил, что он там потом делать дальше будет, блин. Только стоило заговорить, как это чудовище пришло, блин. Я ему грушу оставил. Я не знаю, будет он ее есть, не будет, но я ему ее оставил. Ну, посмотрите на него, что с ним делать? Я же не могу его взять. У меня ничего нету для него. Давай, в общем, до свидания, ушастый. Я не знаю, как ты будешь что-то делать. У тебя ухо вон, подранное. Дурило, блин. Иди домой. Иди к людям. Одни расстройства из-за него. Давай, пока. Эта лэп оказалась намного длиннее, чем я себе представлял. Не знаю, сколько я ее уже еду, но там половина была вверх, сейчас тут другая половина вниз идет. но, бля, она меня так помутала. Или это, не знаю, надо было пожрать, купить. Ребята, на знаке было написано Ширяева. А мне Ширяева. О, да. О, да. Здесь прямо вообще тишина, сырота, мокрота, слепота. Хиряева. бля. О, бля. Сыпучка. О, бля, 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 чернозем сырой. покрышки хлюпает это значит что уйдли ой бля ой бля уйдли они не 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 ну что звук там такой срач а а передние а это что что это такое это что он тяжелее в три раза стал твою мать а вот и наш любимый ширяевский овраг знаете что самое крутое я вот еду здесь я сегодня на грунтах но с этой стороны не встретил ни одного человека вот такие здесь пейзажи по ним не нужно ехать около 20 наверное 5 километров бля что началось я на такой не соглашался и так еду молчу потому что не знаю как-то сил нет ёпты вот в это еще завалиться бы было бы вообще замечательно очуметь бля куда я заехал проехал 52 жизнь короче не знаю надо был тунца покупать накормил бы себя и кота а так никого вот царство медвежий рот я там был в прошлый раз сейчас я уже не поеду полезу потому что не знаю что то наверное мне кажется муравей не хватает на еды вот прям ощущаю что нужно было жрать потому что на сотке которые ездил недели три назад или две когда там было ел я прям хорошо и чувствовал себя тоже хорошо только задница с непривычки болела как бы самое веселое оставил себе напоследок того сам не понимая вот вот это круто сыра темно солнце здесь не было начиная уже материться это значит что я устал что давайте через как думаете упаду не упаду здесь прям ребят такая атмосфера будто я здесь лишь не блять понимаете зато с одной стороны мне развлечения не так скучно ехать конечно и справа тропинка но для ваша она сухая вот эта тропинка для настоящих путешественников я уже начинаю нести бред но наверное это хорошо я вот еду по этим лужам блять я не понимаю я просто не понимаю что может быть в коллеге типа я еду посередине на а если я в луж заеду блять в колею что будет то ой-ой-ой перекособочего диагоналочку свою телефон показывает что . старта 7 километрах от меня то есть еще осталось 7 километров частный будет изгиб дороги это уже будет каменная чаша источник на него люди ширя его ходят пешком вот так что мне осталось совсем чуть-чуть ну конечно не ширя его может ширя его я не знаю фиг с ними вода 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 сейчас попил гидратора и она начала пузыриться то есть два литра с половиной у меня ушли на сколько на 58 где-то километров на 57 а насчет 4k я решил что я выстегнулся вот в это бы я упал вот в это бы я упал а потом я бы в этом ехал в машине потому что меня сменного ничего нет совет новичкам не затягивайте сраные пружинки регулировки вот эти на педалях пусть у вас будет возможность выстегиваться с легкостью я сделал три щелчка мне вполне этого хватает учета перепугался так конечно было бы неприятно в это все ехать упали тем более а я бы упал всем боком для выстегнулся и вот прям машинально выстегиваешь уже хотя блин я с ним ездил ну раз шесть от силы наверное просто нужно в голове содержать что ты в контактах и что тебе нужно пятку в бок вывести тогда это все будет хорошо твою мать твою мать захотела я посушиться конечно реально я самое интересное оставил себе напоследок каменная чаша ну все это был такой мне кажется самый темный участок теневой здесь уже должно быть получше для меня прям в подбородок и губу дал комком грязи бля what the fuck ой бля днишами чиркали значит тут глубоко по сторонам ну это конечно короче жопа полная бля вот что мне делать вот вот опять что ладно ладно сейчас бы я разложился короче херня такая что перья защищают заднем колеса грязь меня прям в ботинки вот опять я выстегнулся это кто ездит на контактах вообще как чистить и ботинки стираете ничего интересно послушать пять километров еще мне вы чё блять издеваетесь фу я приехал по часам 64 километра за четыре часа вот здесь машина на месте стоит целая хорошо да господи ну в принципе не так и засралась она как глина она застыла уже хрен уберешь и у меня не осталось сил давайте ребят пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok